Водители знают, лесной тракт не был самой разбитой из барнаульских дорог, но его ремонта все равно ждали с нетерпением. Трассой каждый день пользуются жители многих спальных районов для передвижения на работу в центр и обратно. Люди добираются с борзовой заимки, с ласики, с новосиликатного, как раз в центр города и обратно. Поэтому здесь действительно очень большой поток. Кроме того, она является и объездной дорогой для грузового транспорта, которая, минуя центру города, могут выехать по направлению Калмана. Отремонтированный участок – это 5,5 километров от Южного тракта до улицы Ржевской. Подрядчик рассказал, что позаботились о прочности, использован особо стойкий асфальт, а также о безопасности. Лихачей теперь будет фиксировать камера наблюдения. Работы обошлись бюджетом всех уровней почти в 34 миллиона рублей. Пять лет дорожное полотно будет на гарантии. Последний штрих приемки. По трассе пускают передвижную лабораторию. Она проверяет, насколько ровно положили асфальт. Ровно соответственно должна для данной категории не более 2,6 миллиметров колебаний на метр пользованного пути. Сейчас увидим, сколько будет. На первый взгляд все в пределах нормы. Но, объяснил специалист, точный отчет будет только после анализа полученных данных. Всего на сегодня, как рассказали в Дорожном комитете, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» из 44 дорог ввели в эксплуатацию 8, 10 почти готово, 31 в работе. В ближайшее время в строй введут ряд участков на потоке на Петросухова, Смирнова и других. Тем временем в администрации уже формируют список улиц, которые отремонтируют в следующем году. Его обещают озвучить в ноябре. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.